Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. На предприятиях «Чуваш» открываются новые производственные мощности. Заметно расширились предприятия «Чуваш Торгтехника» и «Сейспель». Новый производственный корпус по выпуску торгового оборудования открыли сегодня на Чебоксарском предприятии «Чуваш Торгтехника». Расширение позволит увеличить выпуск всевозможных кухонных машин на 500 единиц в месяц. На рынке на продукцию компании стабильный высокий спрос. Пакет заказов уже превысил 100 миллионов рублей. Кстати, оборудование от «Чуваш Торгтехники» ударно трудится на чемпионате мира по футболу. Нет такого города, где проводится чемпионат, где бы не стояло наше оборудование. На стадионах это линии раздачи, внутри это паракомектоматы, фритюрницы, много чего есть. Вокруг, вы знаете, да, там есть нормы, которые должны соблюдать стадионы и города по количеству питающихся. Нет таких городов, где нас нет. В организацию производства профессионального кухонного оборудования вложено 120 миллионов рублей инвестиций. Создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Приятно видеть, что все компании, большая семья компаний, которые находятся на этой площадке под одним большим названием «Чуваш Торгтехника», все эти компании крепко стоят на ногах, развиваются. И благодаря «Чуваш Торгтехнике» Чувашская республика сегодня является номер один в России по производству пищевого оборудования. Еще одно ожидаемое событие – открытие нового производства на предприятии «Сеспель». Его строительство началось в 2016 году. И сегодня завод приступает к выпуску танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. Для «Чуваш» это новые рабочие места с достойной зарплатой, дополнительное числение в бюджет. Для России в целом еще один успешный импортозамещающий проект. Надо отметить, и «Чуваш Торгтехника», и «Сеспель» – экспортоориентированные предприятия, которые уже обзавелись партнерами в ближнем и дальнем зарубежье и намерены расширять их круг. «Чуваш Торгтехники» – у них уникальное производство, которое производит большую номерную кухонную оборудование. И я видел, что есть возможности поставки на экспорт в Японию. С «Чернами» здесь есть возможности участия в производстве в виде поставки оборудования. Мы хотели бы честно обвести сотрудничество. Инвестиции в здоровье. После ремонта открылось отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. То, что произошло с реанимационным отделением Республиканской детской больницы, ремонтом назвать трудно. Скорее, полное преображение. Отделение сконструировано по модульному типу и оснащено новой системой вентилирования с разделенными потоками, которая практически исключает возможность появления внутрибольничной инфекции. Такого уровня отделений действительно, это реально, в детских больницах практически нигде нет. Только, может быть, в самых продвинутых федеральных центрах, в региональных больницах, но нет точно. По словам сенатора Владимира Круглова, а он, кстати, тоже детский доктор, наша больница отличается и благожелательностью к ребенку. В этой реанимации возможно пребывание родителей вместе с маленькими пациентами. Мама и папа могут находиться с детьми до самого порога операционной, а затем встречать их в палате. Ремонт отделения профинансировал бюджет Республики. Чуть раньше завершилась реконструкция поликлиники Республиканской детской больницы. Средства поступили из резервного фонда президента России. Четыре месяца строили поликлинику, четыре месяца, и сделали конфету. Вот это просто, это просто чудеса. Значит, резервного фонда президента России. Да, чудеса просто. Здравоохранение, особенно детское, было и остается приоритетом, отметил глава Чуваши. Одновременно с оснащением лечебных учреждений, большие средства вкладываются в профилактику и ранее выявление заболеваний. Все делается для того, чтобы в свое время провести диспансеризацию. Школьники один раз в год, молодежь, 130 лет, так скажем. И сейчас взрослые населения тоже диспансеризацию будут проходить на безвозмездной основе один раз в год. Представители 25 чувашских национально-культурных объединений из России, Белоруссии и Эстонии съехались в столицу исторической родины, город Чебоксары, в День республики. Повестка, которую предложил Чувашский национальный конгресс, по-прежнему актуальна. Сохранение народных традиций и культуры, воспитание молодежи патриотизма и уважение к этническому многообразию России. В последние годы проводится большая работа по укреплению межнационального согласия и общественной стабильности, развитию межрегиональных культурных связей между субъектами России. По состоянию на 1 января 2018 года за пределами республики действует 103 национально-культурных объединений Чувашии. Они образованы в 37 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах. В последние годы во многом благодаря активности ЧНК в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах, где проживают Чуваши, широко начали проводиться республиканские, областные, национальные праздники и фестивали. А в столице республики прошел 6-й Всечувашский Агадуй. Поздравляя жителей и гостей региона, глава Чуваши отметил, ежегодное проведение национальных праздников позволяет шире демонстрировать красоту национальных нарядов, уникальные традиции, духовное богатство чувашского народа. Наша задача – сохранить это бесценное богатство и передать его молодому поколению, подчеркнул он. В минувшие выходные наша республика превратилась в одну большую сцену. Чувашия отметила День Республики. В этот раз праздник прошел в новом формате. Юбилейная выставка регионы. Сотрудничество без границ, фестивали «Родники России» и «Русь мастеровая» поменяли локации. Основная праздничная программа ждала жителей и гостей республики 24 июня. Наши сердца наполняются радостью. Спасибо вам за это. Успехов, удачи, любви, мира и согласия. С праздником, дорогие друзья! Лучших из лучших наградили прямо на главной сцене на реализацию творческих проектов в 2019 году. Чувашский государственный художественный музей и Академическая симфоническая капелла получили гранты главы Чувашии. И любите великий, добрый и умный русский народ. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Славься Чувашия! Республиканский конкурс с таким названием открыл праздничную программу. Лучшие творческие коллективы районов и городов вышли на главную сцену республики, чтобы поздравить жителей с праздником и познакомить с традициями и современными достижениями муниципалитетов. Аликовский, Бресинский, Канажский – 12 лучших команд из разных районов демонстрировали свое мастерство. 42 творческих коллектива из 20 российских регионов нашей страны. Фестиваль «Родники России» уже давно стал визитной карточкой Чувашии. В этом году участники сначала выступили на концертных площадках в разных районах нашей республики, а 24 июня собрались на главной сцене Чувашии на Красной площади. Традиционно праздник завершился фестивалем фейерверков, одиннадцатым по счету. Два дня пиротехники России и стран ближнего зарубежья собирали тысячи людей на набережную Чебоксарского залива. На этот раз в красочном шоу участвовали четыре команды из России и одна из республики Казахстан. В итоге гости из Алматы стали лучшими в номинации за создание яркого образа. Приз за лучшее воплощение фантазии огня достался Симферополю. Санкт-Петербург получил награду за лучшую постановку фейерверочного шоу. Пиросна по Волжье взяли приз за лучшее музыкально-художественное оформление. А гран-при одиннце в международном фестивале фейерверков завоевала команда пиротехников из Москвы. Юлия Важенина, Республика. День Республики отметили с размахом и в Красноармейском районе. К празднику приурочили открытие новых объектов. Подробности в следующем материале. 153-й в регионе и 7-й в муниципалитете. Фельдшерско-акушерский пункт села Именево был возведен в рекордные сроки. Его строительство началось в мае и вот теперь, в День Чуаши, почетные гости перерезают красную ленту. На строительство нового ФАПа из республиканского бюджета было выделено порядка трех миллионов. Его оснастили всем, что необходимо для первичного медосмотра и даже программой для удаленных видеоконсультаций. Сюда подведена оптоволоконная связь. Фронт работ для фельдшеров и акушеров. Четыре населенных пункта. Население у нас всего 420. Из них детей 60. Взрослого населения 360. Раньше мы работали в старом административном здании. Здание арендовалось. Там не было условий у нас. И воды не было, и канализация не работала. Не топилось, воды не было. Вот такие условия. А работники хорошие у нас. К празднику преобразился и районный центр. Каждый двор буквально утопает в светах. В селе проложены новые дороги. Средства на благоустройство в Красноармейском получили по итогам конкурса, который дал право муниципалитету принимать главный праздник республики. Главная задача это мобилизовать ресурсы и человеческие, и материальные. И на самом деле у руководителей районов, у руководителей организации это получилось. Район динамично развивается, экономика развивается. В селе благоустроили и местный парк. Здесь открыли детскую площадку и установили новые тренажеры. Местные жители говорят, что в Красноармейском стало еще уютнее. Мы живем во вражеском месте. Там была грязь. Осенью и весной в деревню не могли заезжать машины. А сейчас просятся. Я заехал, ехал. Нас очень радует, что к нам приехали гости из всех республик. Даже из Болгарии приехали. У людей, у всех. И у нас, конечно, настроение приподнятое. Гостей на праздник и действительно приехало немало. Поздравляю всех присутствующих. Всех педагогов, медиков, строителей, фермеров, аграриев, предпринимателей. Хочу пожелать вам всем удачи, больших успехов и вдохновения. В День Республики концертная программа с утра и до позднего вечера. Лучшим из лучших вручили госнаграды. Медри Ковалев и Александр Петров. Республика. На совещании в Доме правительства сегодня подводили итоги Дня Республики. Члены правительства отметили, что все запланированные мероприятия прошли на должном уровне. Правда, некоторые интернет-издания попытались исказить информацию о празднике, разместив на своих ресурсах фразы, вырезанные из контекста. Игра в испорченный телефон, когда причудливо искажается. Первоначальный смысл сказанного стало любимой для некоторых СМИ. Происходят искажения фактов, а в речи официальных лиц Республики, которые цитируются, добавляются собственные суждения. Такой материал, например, появился после того, как 22 июня в Чувашии прошло выездное заседание комитета Госдума по финансовому рынку. Некоторые средства массовой информации не прошли аккредитацию и не заявились на это мероприятие. Потом начали жаловаться, что их сюда не пустили. Такие статьи, если в последующем будут появляться, мы будем считать, что это влияние на органы власти для того, чтобы добиться своего. Мы будем в рамках действующего законодательства защищаться и никому не позволим нам диктовать условия, чтобы мы нарушали какие-то нормативные документы и регламенты, которые у нас приняты. Не так давно в соцсети появилось и искаженное выступление главы региона. Опубликовал его один из представителей православной церкви. Некоторые лица начали все это комментировать. После того, как этот представитель понял, что из-под контроля данной ситуации выходит, через интернет-издание, подчеркиваю, статью размещает на своей страничке, а извинения просит через какое-то интернет-издание. Мы считаем, такие вещи недопустимы. И нам вдвойне неприятно, что это делает представитель православной церкви. Мы в дальнейшем на это будем реагировать в рамках действующего законодательства. Напоминаем, что российское законодательство предусматривает наказание за умышленное искажение сведений о человеке с целью получения личной выгоды. В минувшие выходные в Чебоксарах чуть не утонули три ребенка. ЧП произошли на городских пляжах в Центральном и Афанасьевском. Во всех этих случаях дети отдыхали вместе с родителями. Матросы-спасатели проинструктированы таким образом. Если ребенок один заходит в воду, они начинают искать родителей. Потому что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ребенок, скажем так, до 10 лет, может быть, чуть меньше, без присмотра родителей вообще не был на пляже. И тем более не заходил в воду. С начала купального сезона спасатели вытащили из воды семь детей. Участие из них родителей на пляже так и не нашли. Я призываю родителей не оставлять детей без присмотра. Не просто, чтобы он не ходил в воду один, но и затем, чтобы он был подготовлен, не заходил в воду потным, не баловались, не толкали друг друга, не звали в воде, не баловались, не звали, не подавали ложную тревогу, не топили друг друга, играя там. То есть достаточно одного глотка воды, чтобы ребенок ушел на дно. Специалисты напоминают, купаться можно только в предназначенных для этого местах. В Чебоксарах четыре городских пляжа, на которых работают спасатели и медики. Плавать в других водоемах запрещено. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. И еще одно праздничное событие, о котором невозможно не рассказать. Юбилейная 25-я выставка региона «Сотрудничество без границ» в этом году поменяла не только адрес, но и концепцию. Идти на праздник в центр города или ехать в экспо-контур на выставку региона «Сотрудничество без границ». В этом году перед жителями столицы республики такой выбор не стоял. Юбилейную 25-ю выставку разместили на Красной площади. На природе, как на свежем воздухе. А еще погода очень хорошая сегодня. Экспозицию под открытым небом оформили в виде тематических улиц. Строительство, промышленность, здравоохранение, наука. Представителей факультета музыкального и художественного образования Чувашского педуниверситета было видно сразу. Мой костюм – это алконост. Это мифический герой, птица, которая обычно выступает рассказчиком и рассказывает сказки. Не сказки, а реальные достижения в робототехнике показали главе Чувашия студента физико-математического факультета. В соседнем павильоне представители направления товароведения Чебоксарского кооперативного института вместе с Михаилом Игнатьевым замерили уровень радиации в овощах. Измеряем, вставляем яблоко. За яблоко переживают. Измеряем уровень. 60 миллиграмм. А норма 150. Следующее достижение от специалистов, которые вуз давно закончили. Сотрудники ЧААС продемонстрировали оборудование, которое работает даже под водой. Такой у нас блок терминал защиты. Хотим показать, что ЧААС может сделать любое исполнение. То есть в огне не горит и в воде не тонет. Представители промышленности в тренде. Многие экспозиции в футбольной тематике. У павильона завода имени Чапаева футболисты протестировали новинку – пластизольные мячи. Все любите футбол? Да! А болеете сейчас какого? За Россию! За Россию! Но выиграет в следующий раз Россию? Да! И по традиции самые популярные среди гостей павильоны – те, где можно что-нибудь попробовать. В этом году это колбасы, мясо, кондитерские изделия, мороженое. Михаил Игнатьев не смог пройти мимо молочной продукции. Выставка сделана не для органов именно власти. Выставка делается для горожан, для наших гостей. Наши предприятия, организации показывают, чем живут, какие новые перспективные проекты могут внедрить. Касаясь продукции промышленного комплекса, строительного комплекса, агропромышленного комплекса, все представлено. Есть новые товары, новые изделия, которые в ближайшую среднесрочную и долгосрочную перспективу могут продавать на экспорт. Это очень важно. К этой теме мы еще вернемся. Смотрите картинки с выставки сразу после рекламы. А я прощаюсь с вами. До завтра.